Всем привет! С вами Александр Сосновский и сегодня будет урок NGUI, в котором я расскажу о новой системе выравнивания, так называемой Layout System. Layout System обновился в версии 3.0.7, по-моему. Ну и давайте рассмотрим, что же изменилось. У меня сейчас версия NGUI 3.5.1, так загружаем пакет NGUI, далее добавляем на сцену 2D UI, эту камеру мы можем удалить, но можем оставить. Итак, давайте создадим спрайт. NGUI create sprite. Выберем атлас, какой-нибудь, я выбрал wooden атлас, это из примеров, и какой-нибудь спрайт. Вот я выбрал вот такой вот шурупчик. Значит, теперь переходим ниже и видим здесь anchors. Это так называемые привязки. По умолчанию стоит NONE. То есть, если мы, допустим, выставим нашу позицию где-нибудь, допустим, вот здесь, и дальше будем двигать наш экран, то видите, что нас как-то справить себя вообще непредсказуемо ведет. Допустим, мы хотим его привязать к какому-то углу. Для этого мы выбираем в anchors Unifit и здесь указываем следующее. Первое это target, к чему мы будем привязывать. В данном случае мы привязываемся к UI root. Это область, которая будет отрисовываться на экране. То есть, вот я ее изменяю, ну и размер ее тоже меняется. Так вот, мы указываем, что будем привязываться к этому объекту. Далее, нужно указать координаты и стороны, которые привязываются. Допустим, левую сторону нашего спрайта мы привязываем к чему? Привязываем к левой стороне нашего объекта. То есть, вот если мы сейчас на сцене посмотрим, получается, левая сторона у нас будет привязываться к левой стороне. Правую сторону спрайта мы тоже привязываем к левой стороне. Далее, нижняя и верхняя части мы привязываем к центру. Что это нам дает? Это дает нам то, что, как видите, у нас спрайт сбоку, в принципе, на одном расстоянии. То есть, если я вот сейчас буду изменять размеры игрового экрана, то у меня будет на одном расстоянии находиться слева от экрана. И спрайт будет по центру, все время расположен по высоте. Давайте теперь привяжем к верхнему левому углу. Для этого нам нужно всего лишь привязать верхнюю и нижнюю границу к верхней границе рутового объекта. Итак, говорим, что нижняя часть спрайта у нас привязывается к верхней границе нашего рутового объекта. И то же самое с верхней частью. Также мы можем наш спрайт сейчас подвинуть вверх, чтобы более правдоподобно выглядела эта кнопочка. Пока это спрайт. Вот, допустим, у нас сейчас он в углу. Итак, давайте теперь запустим, запустим, и видим, что вот сейчас я вынесу это в отдельное окошко. И видим, что если я даже изменяю размеры экрана, то у меня спрайт все равно находится на одной и той же позиции. Хорошо. Но это, в принципе, не совсем интересно. Давайте сделаем еще один объект. Добавим на сцену. Это можно добавлять как через ингуи, так можно и прямо через сцену. И создадим, давайте, спрайт. Назовем его window, окошко. Тип у него будет tiled. Дальше спрайт он будет использовать какой-нибудь... Давайте сделаем вот такой, и сделаем его sliced. И вернем окошко game, чтобы видеть, что у нас происходит. Так, значит... Вот мы сделаем наш background. И давайте теперь привяжем этот спрайт к нашему углу, нашего окошечка. Итак, спрайт помещаем внутрь. Теперь у спрайта таргет будет само окно. И видим, что здесь вот видно, как оно привязывается. Так. Сейчас быстренько подвинем наш спрайт. Перемещаем его в угол. Хорошо. Что теперь происходит? Теперь мы привязаны к нашему окну. То есть, если мы будем у него менять размер, то у нас, как видите, ничего не происходит, потому что мы неправильные стороны привязали для нашего объекта. Давайте назовем это, допустим, buttonClose. И смотрим, что не так. Так, вначале мы можем сделать нон. То есть, убрать привязку, выровнять объект и дальше снова выполнить привязку. Теперь у нас левая и правая сторона спрайта привязаны к правой границе нашего окна. А нижняя и верхняя к верхней части окна. Это нам дает то, что если мы будем, допустим, перемещать окошко, либо, допустим, будем менять у него размер, то наш спрайт всегда будет находиться на одной и той же позиции. Правда, он сейчас снизу, но это легко фиксится с помощью изменения параметра def. Это система Layout system дает возможность выполнить в принципе различные сложности какие-то задач, которые есть. Допустим, если мы хотим добавить сюда еще какие-то спрайты, которые будут украшать наше окошко по бокам и по углам. То есть, какую-то обводку специфическую добавить. Давайте просто для примера еще один спрайт добавлю. Итак, допустим, это будет у нас bottom border. Для него выберем какую-нибудь тоже спрайт. Так, ну давайте, допустим, такой. Сделаем вот тайлет. Вот, допустим, вот так это будет выглядеть. И мы теперь сделаем вот так. Опять же, выполняем просто сейчас привязку. Значит, левая часть спрайта к левой части, правая к правой. И верхняя, нижняя часть спрайта нашего привязаны к нижней части нашего окна. И то же самое видим, что если мы сейчас изменяем размеры нашего окошка, ну по высоте понятно, что не меняется, потому что мы привязаны к нижним краю. А вот по ширине, видите, спрайт наш тоже меняет свои размеры. Также есть еще тип advanced, это более расширенный. То есть мы для каждого объекта можем, для каждого края, точнее нашего какого-то объекта, который мы выравниваем, можем указать явный объект, к которому нужно привязаться. Еще один интересный пример того, как можно использовать выравнивание, это если у нас есть какой-то 3D-объект. Допустим, добавим кубик. И опять же, для, допустим, какого-нибудь спрайта, ну давайте лейбл добавим. Часто возникает ситуация или задача, в которой нам нужно как-то позиционировать имя игрока, допустим. Вот сейчас мы сделаем лейбл, name, какой-нибудь фонд выберем. Допустим, используем динамический фонд Unity. Введем какой-нибудь текст, добавим ему, так, градиент есть у него. Давайте еще добавим какой-нибудь эффект. И выберем выравнивание. Перенесем сюда куб. И теперь, если я даже буду перемещать куб, как видите, у нас лейбл тоже привязан к этому кубу. Он перемещается. То есть мы можем, в принципе, использовать как лейбл, так и спрайт. Но фишка в том, что они привязываются к 3D-объекту. То есть задача, в данном случае, привязки какого-то 2D-объекта к 3D-объекту вообще минимальна. Также можно еще указать относительно какое-то смещение, то есть как оно будет привязано. Но нельзя вот указать, какой стороне, потому что все-таки это 3D-объект. Также можно указать галочку «Hide if off-screen». Это значит, что если мы выходим за пределы экрана, допустим, вот мы вышли за пределы, то у нас спрайт отключается. То есть не отрисовывается, не берет ресурсы. Вот, наверное, на этом я закончу данный урок по Layout System. Если у вас есть вопросы, задавайте. С вами был Александр Сусновский. Успехов! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok